Семьи россиян продолжают хоронить мужей и сыновей, погибших на войне в Украине. В цинковых гробах участники путинского вторжения возвращаются во все регионы РФ. По подсчетам журналистов в медиазоне, больше всего погибших в Краснодарском крае. Также в лидерах Якутия, Бурятия, Тыва. Авторы расследования утверждают, меняется возраст погибших, все больше гибнет вчерашних школьников. Мы забираем солдатиков погибших, все наши пацаны с Якутска, 26 человек. Вот две машины загрузили, загрузили Толика, меня загрузили. 16 человек мы забрали уже. Все контрактники, все молодые, утверждает автор этого видео. В 26 ящиках погибшие в Украине российские захватчики. Сейчас повезем на железную дорогу, на распределение уже всех пацанов. Якутия, куда прибыл самолет с грузом 200, один из лидирующих регионов по количеству погибших российских военных. Больше всего потерь в Краснодарском крае. Об этом сообщает издание «Медиазона» и «Би-Би-Си». Журналисты ведут свои подсчеты на основе некрологов и упоминания о фактах смерти в СМИ. Над Азовским морем потерпел крушение штурмовик Су-25. За штурвалом находился пилот, который смог катапультироваться только на крайне малой высоте. Шансов спастись на ней почти никаких. Под водой не сработает спасательный жилет. Пилот погиб. И вновь скорбное известие пришло в наш город. В ходе специальной военной операции на Украине погиб доброволец, наш земляк. В УГС-ком округе похоронили участника специальной военной операции. В нашем списке сейчас около 40,5 тысяч имен военнослужащих, которые погибли на войне с Украиной. За последние две недели в этот список добавилось более 1100 человек. После полномасштабного вторжения России в Украину Госдума одобрила некоторые поправки к законам. Теперь 18-летним юношам разрешено подписывать контракты с армией страны. По данным расследователей, с апреля прошлого года на войне погибло 48 россиян 2004 года рождения и 5 2005. Также в последние месяцы растет число потерь среди тех, кто добровольно подписал контракт с российской армией. По интенсивности нашей работы мы видим, насколько выросли потери, насколько серьезнее стала война. Несмотря на то, что на карте практически ничего не меняется, потери только растут. Возросло и число пропавших без вести. Согласно данным сервисов Google и Яндекс, только за декабрь 2023 года информацию об исчезнувших на поле боя искали свыше 16 тысяч раз. С 4 декабря 2023 года на связь не выходит. Он пропал без вести 23 ноября 2023 года. Крайний раз выходил на связь 16 декабря 2023 года. Был отправлен на боевое задание. В свою очередь российское командование этими вопросами заниматься не желает. Родственники получают в ответ лишь отписки. Он до сих пор лежит там и никто мне ничего официально не говорит. Страшно, когда такое безразличие. Я себе места не нахожу. Мне его хотя бы вернули, чтобы достойно похоронить. Но у всех праздник, никому нет дела до него. Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры, в том числе офицеров. Всего с начала полномасштабного вторжения известно о гибели 3032 офицеров. В их числе 101 полковник и 7 генералов. Тамбовская область сегодня простилась с уроженцем поселка Первомайский, командиром 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады Андреем Кондрашкиным. Министерство обороны России в последний раз отчитывалось об общем числе потерь 21 сентября 2022 года, сообщив о гибели около 6000 человек. При этом сюжеты о похоронах российских оккупантов на региональном телевидении выходят ежедневно.